В 140-й школе по улице Гвардейцев-Широнецов как раз заканчивался урок, когда прозвучал сигнал об эвакуации. Паники, рассказывают школьники, никакой не было. Все быстро и организованно покинули здание. Мы быстро вышли, нам сказали, побыстренько мы вышли, и все спокойно, нормально. Вслед за нарядами патрульной полиции на место прибыли взрывотехники и спасатели. Причина такого ажиотажа – сообщение о заминировании. Именно такой сценарий, который все чаще приходится применять в харьковских школах, решили использовать спецслужбы для учений. Говорят, результатами работы своих подразделений вполне довольны. Наша задача была эвакуировать детей из школы, чтобы никто не остался в школе, и сопроводить их в безопасное место. Как считаете, как оцениваете, справились? Считаю, что справились. Это было масштабное учение, масштабная эвакуация. Соседнюю школу было детей не просто вывезти на улицу, потому что, когда может случиться какая-то червячая ситуация, погода может быть разная. Поэтому мы отрабатываем сразу элементы эвакуации детей в другую школу. Урок БЖД на свежем воздухе, да ещё с элементами, экшен не оставил равнодушными и самих учащихся. Пока взрывотехники проверяли здания на наличие взрывчатых веществ, умение укращать огонь продемонстрировали пожарные. А четверолапые пограничники пустились в поиски взрывчатки и наркотиков на школьном дворе. Закладка находилась у меня в кармане. Хотя подобные занятия с участием различных спецслужб для школы и не новость, они проводятся ежегодно. Выставлять положительные оценки тут не торопятся. Сначала, говорят, обсудят, где не сработали чётко. А пока педколлектив занимается оценками, их подопечные даже из младших классов уверены, справиться со сложной ситуацией смогут без труда. В школе слушать учителя. Дома, если уже пожар или какое-то возгорание, то предупредить соседей позвонить в пожарную службу и позвонить родителям, сказать, что возгорание. Потом проверить газ, чтобы просто ничего больше не взорвалось. Успокоиться, собрать вещи и спокойно выйти из помещения. Насыщенный урок завершается фотосессией, для которой пожарные одолживают всем желающим свои каски. Оксана Нечапаренко, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости.